Врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор сотен видео в интернете на канале YouTube, на которые вы можете, наверное, здесь подписаться. Про здоровье, правильное питание, движение, лечение, в том числе и народными средствами. Также автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей. Но сегодня решил написать такое, на мой взгляд, очень интересное видео. Как все-таки пресс накачать? А вот лечение ветосуистой дистонии, простатита, панкреатита, геморроя, варикоза, дисбактериоза кишечника, облысение не начать. Потому как, к сожалению, эти два процесса часто взаимосвязаны. Пока вы качаете пресс, обостряются именно эти заболевания и некоторые другие. И все будет хорошо, если вы все-таки будете качать пресс правильно. Многие хотят иметь прекрасный пресс. И я вас в этом понимаю. Однако качать пресс нужно правильно. К сожалению, ваш тренер часто ориентирован на результат. Почему к сожалению? Да потому что вы сами ему ставите такую задачу. Нужно накачать пресс за две недели. Ну в домашних условиях ладно. Но к дню рождения, к отпуску, к празднику, к любому событию. Вы ограничиваете его во времени. И это создает определенные сложности. Потому как тренер даже рекомендует ту или иную диету. При этом чаще всего не врач. А имея избыточный вес, вы чаще всего имеете уже свой уникальный букет болезней. Которые, так или иначе, ограничивают вас в обычной жизни. И это не только те болезни, которые я перечислил. ВСД или гипертоническая болезнь. Геморрой или варикоз. Простатит. Фибромиома. Панкреатит. Исбактериоз. Солевой диатез. Облысение. При избыточном весе нарушается жестко обмен веществ и работа печени. И появляется уникальный специфический комплекс заболеваний. Не учитывая особенности которого. Очень легко поторопившись можно попасть в неприятную ситуацию. И важно учитывать весь этот комплекс. Если вы собираетесь вести более активный образ жизни, который вам не очень привычен. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете. Какие же дополнительные бонусы можно получить для здоровья, качая пресс. Вы также узнаете, как категорически нельзя качать пресс. Чтобы не обострить любые заболевания. Явные либо скрытые. И также вы узнаете, что категорически нельзя делать после того, как вы уже накачали пресс. И продолжаете заниматься или бросили тренировки. Важно это все знать. Поэтому смотрите видео дальше. Какие же дополнительные бонусы можно получить для здоровья, качая пресс? Необходимость подкачать пресс обычно возникает, когда вы забыли, как вылетят эти самые кубики на животе. И хотели вспомнить. Но! Обычно к этому времени присутствует не только жир на животе, скрывающий кубики. Который в медицине называется по-иному абдоминальное ожирение. Устраняя которое в зале, вы делаете только первый шаг к улучшению своего здоровья. Но я бы советовал сделать его вторым. Потому как важно делать шаги правильно, выходя из той ситуации, в которой вы находитесь. Потому как в букете болезни к тому времени обычно уже присутствует жировой гепатоз или стеатогепатит. То есть ожирение печени в разных стадиях, в разной форме. На фоне которого жестко нарушается обмен веществ. И появляются достаточно сложные заболевания, резко ограничивающие возможность активно двигаться. И важно правильно внедрять увеличение физической нагрузки в ваш образ жизни. Причем дозировать эту нагрузку так, чтобы не вызвать критическое нарушение достаточно опасных заболеваний. опасных для жизни, я бы сказал. Не только для здоровья. О которых я расскажу прямо сейчас. Потому как несущественно какой вид обмена веществ нарушится первым. Будет ли это нарушение обмена углеводов с движением сахарного диабета 2 типа? Такое нарушение может произойти в любом возрасте. Хотя диабет 2 типа раньше считали диабетом кому за 40. А сегодня возникает даже у малых детей. Чаще у женщин. Сосудистые нарушения при таком виде нарушения обмена веществ известны. И они жестко ограничивают двигательную активность. Возможно первым нарушится обмен жиров с развитием атеросклероза сосудов. Что чаще встречается у мужчин. Причем начиная примерно с 20-летнего возраста по паспорту. А биологический возраст при этом это клуб 70+. Или первым нарушится обмен белков с развитием подавры. В любом случае при избыточном весе всегда есть нагрузка на суставы. С развитием артроза как минимум в суставах нижних конечностей. И остеохондроза позвоночника. А также развивается либо вейтосуистая дистония. Либо гипертоническая болезнь. Которая обостряет все ситуации с сосудами. В общем я бы сказал метаболический синдром для оптимистов. Или смертельный квартет для пессимистов. Но из этого ситуации важен правильный выход. И умеренное увеличение физической нагрузки. Нагрузка не противопоказана. Она показана, но важно ее делать правильно. Поэтому чтобы не обострить эти заболевания. Важно правильно качать пресс. И накачав пресс, а заодно и другие мышцы. Вы не только активируете обмен веществ во время тренировки непосредственно. Но и накачанные мышцы помогают постепенно сжигать жир и вне тренировок. То есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в обычном, 366 в высокостном году. И все вышеперечисленные заболевания, связанные с метаболическим синдромом, по мере уменьшения жировой массы и постепенного увеличения мышечной массы, точно так же постепенно теряют для вас свою актуальность. Но! Здесь есть еще одно принципиальное НО! Чтобы одновременно не проверить на прочность свою иммунную систему на предмет развития онкологии. А сосуды на ускоренное развитие атеросклероза все же лучше предварительно обеспечить своему организму правильное питание. Потому как жировая ткань при ее уменьшении в объеме холестеринокисленный переходит в кровенослое русло и может спровоцировать атеросклероз или ускорить его развитие. А находящиеся в жировой ткани пестициды, гербициды, канцерогены могут переходить точно так же в кровеносное русло. Если вы их не удаляете своевременно, они повышают риск развития онкологии. Чем вы можете совершить эти действия? Как вы их можете совершить? Легко и просто! Нужно улучшить работу печени! Видео консультации врача-диетолога онлайн есть на моем канале! Можете посмотреть! Там основные особенности правильного питания для умеренно здорового человека или здорового человека присутствуют! Вы можете это использовать для своего здоровья! И так будет правильнее! Но эти проблемы могут проявиться в отдаленной перспективе! Да! Атеросклероз не развивается моментально! Рак не возникает! Да! Возникает сегодня зачаток опухоли! А проявится через 10-12 лет! Только тогда можно диагностировать! А вот чтобы в короткий период времени не познакомиться с другими пока скрытыми но немедленно неприятными болезнями нужно правильно качать пресс! И об этом будет прямо сейчас! Как же категорически нельзя качать пресс чтобы не обострить вышеперечисленные заболевания? Просто когда вы качаете непосредственно мышцы брюшного пресса либо выполняете иные упражнения в которых мышцы брюшного пресса также принимают активное участие неизменно повышается внутрибрюшное давление! Вы ими сжимаете органы брюшной полости! Что это означает? А это означает что в период времени напряжение мышц брюшного пресса нарушается отток крови по венам! И появляются застойные явления в капиллярах! И когда в один подход вы выполняете 15-20 и более сгибаний и скручиваний любых других упражнений то есть подход продолжается более 15-20 секунд застой резко усиливается! Причем развивается застойные явления не только в органах брюшной полости! где при этом нарушается пищеварение обостряется панкреатит дисбактериоз кишечника даже если вы зашли в зал позаниматься а кушали за 2-3 часа до этого пища не находится может быть в желудке но находится в тонком кишечнике там пищеварительные процессы идут очень активно и бактерий там полно! поэтому дисбактериоз развивается легко и просто на раз два три! а нарушение оттока венозной крови и мочи моча тоже уходит под небольшим давлением от почек обостряет как минимум солевой диатез в почках песочек в лоханках легко и просто с перспективой неожиданных обострений цистита, уретрита, простатита а как максимум еще и ускоряется выпадение волос появляется облысение но это не единственные проблемы эти проблемы связаны непосредственно с органами брюшной полости но они не уникальны и не единственные об остальных проблемах прямо сейчас одновременно нарушается отток крови от органов малого таза что резко снижает местный иммунитет и легко может обостриться поднять голову любая хроническая инфекция которая доселе спала усиливается явление застойного простатита у мужчин и постепенно снижается потенция могут возникать различные нарушения овариально-менструального цикла у женщин у всех обостряется геморрой кровь застаивается растягивает вены и геморрой легко обострится также параллельно нарушается отток крови и от нижней конечности где усиливается венозная сеточка или проявляется или появляется варикоз если взять верхний отдел усиливаются застойные явления в полости черепа которые могут провоцировать как минимум вейтосуистую дистонию либо обострение гипертонической болезни если она была либо просто головную боль вы считаете все я вас напугал пресс качать нельзя нет нужно просто правильно качать пресс что с моей точки зрения правильно качать пресс просто после каждого упражнения нужно сделать перерыв на 2-3 секунды и расслабиться расслабив не только мышцы брюшного пресса но и другие мышцы не между подходами по 15-20 и более упражнений а между каждым упражнением для чего это нужно? чтобы обновилась кровь в капиллярах если вы даете непрерывную нагрузку компонентом метаболического синдрома о которых я начал видео добавляются новые болезни часть из которых обозначены в названии этого видео и это неизменное следствие неправильного выполнения этих упражнений делайте правильно и живите без болезней но на этом еще это видео не заканчивается безусловно мне могут бросить упрек что поэтому нужно будет жить в спортзале согласен тренировка станет менее интенсивной кстати в свете вышеперечисленных заболеваний со стороны сердца и сосудов это и неплохо и более продолжительные опять таки это и не вижу в этом никаких проблем однако ваш выбор либо тренажерный зал либо больничная койка с теми проблемами которые связаны с застойными явлениями в органах брюшной полости и в органах малого таза в полости черепа поговорка поспешишь людей насмешишь в этом случае имеет самое непосредственное отношение вы тренируетесь только ради кубиков на животе или хотите и здоровье ну так не проверяя на прочность несколько улучшить поймаете разницу относительно небольшое увеличение продолжительности тренировок экономит вам не только время но и расходы на врачей многие делают упрек врачи на нас зарабатывают так вот в данном случае врачи останутся немножко без работы и отговорка что тренировку нужно заканчивать ехать на прием к врачу или на обследование у вас не появится однако сложности возникает не только в процессе тренировок очень важно знать как себя вести между тренировками потому как тренажерный зал для многих просто более или менее продолжительный эпизод жизни а жизнь ну если вы не тренер все таки вне зала и об этом вы узнаете прямо сейчас что же нельзя делать после того как вы накачали пресс очень важно правильно себя вести в перерывах между тренировками и это не относится к правильному питанию в этой части видео про диетологию ни слова а очень важно не забывать про расслабление просто когда на ваши кубики смотрят или рассматривают их можно напрячь и показать а вот когда вы вне поля зрения нужно обязательно их расслабить почему? я вам уже это объяснил просто когда на прием приходят молодые люди любого пола не умеющие расслабляться да кубики прекрасно выглядят это красиво внешне но очень печально изнутри потому как приходят с теми же заболеваниями которые я только что перечислил и нужно в данном случае не лечить а просто правильно расслабить мышцы брюшного пресса и восстановленное кровообращение в брюшной полости либо грудной полости полости черепа органах малого таза постепенно сделает свое дело правда если долго вы терпели в организме возникает дефицит витаминов микроэлементов просто расход энергии резко увеличен их расход резко увеличен но это уже тема для другого видео не для этого а правильно качая пресс то есть чередуя напряжение и расслабление вы подготовите себя правильно к поведению и в обычной жизни вне зала и это очень важно потому как находясь постоянно в напряжении вы тратите очень много расходуются белки и мышца постепенно сдувается расходуются чтобы обеспечить энергетически этот процесс углеводы жиры витамины макро микроэлементы они все участники этого процесса и все это вы теряете и чем быстрее вы все это теряете тем больше вам нужно думать потом о правильном питании но об этом не сейчас сейчас о том как правильно все таки качать пресс поэтому если вы понимаете что в жизни важно правильно сочетать работу и отдых умеете не только напрягаться в зале но и знаете когда нужно расслабиться как в зале так и вне его тогда все будет хорошо и у вас не будет повода пропускать занятия в зале по причине внезапного обострения тех или иных заболеваний а у вашего тренера не будет повода обижаться на меня из-за необходимости вносить рациональные коррективы в тренировочный процесс внесение которых увеличит количество благодарных клиентов и здоровых людей и на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео как поставить лайк я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас до новых встреч на моем канале